Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. Особое внимание очистки кровель от снега и наледи. Коммунальщики Самары готовятся к оттепели. Более сотни изобретений и все они связаны с безопасностью. Об открытии их Владимира Куделькина рассказали студентам технических специальностей. Если ты не идешь к волонтерам, они идут к тебе. Городские добровольцы набирают ребят прямо в университетах. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли с территории города за минувшие сутки. На очистки задействовали более 300 спецмашин и почти 400 человек муниципального предприятия благоустройства. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Самаре потеплеет до нуля. Поэтому сейчас особое внимание очистке кровель от снега и наледи. Как идут работы во дворах на проспекте Карла Маркса, увидела наша съемочная группа. На проспекте Карла Маркса борьбу с ледяной опасностью коммунальные службы ведут в усиленном режиме. Надо успеть очистить кровли до того, как начнется оттепель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура воздуха днем не опустится ниже минус 5 градусов. К выходным столбик термометра поднимется до нуля. Поэтому сейчас очистке крыш – особое внимание. Всегда совершается объезд. Смотрим, где самые опасные места. Если в этих местах мы можем сбить сосульки, мы их сбиваем сразу. Там, где мы не можем сбить, мы огораживаем ленточкой. После того, как рабочие очистили крыши, за дело берутся дворники. Весь снег и лед убирают и вывозят сразу. Задача дворников – чтобы сразу оперативно убрать весь лед, снег, чтобы были выхода из подъезда, чтобы никто, дай бог, не упал, чтобы не травмировались, чтобы с колясками, санками дети могли выйти. Всего за сутки на очистке крыш в городе задействовали больше ста бригад. Очистили больше двухсот кровель. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Более сотни изобретений в сфере безопасности и столько же патентов. Воплощенные в жизнь идеи заслуженного изобретателя России Владимира Куделькина уже внедрены в производство и имеют огромное значение для развития страны. Системы, придуманные Владимиром Андреевичем, используются в аэропортах, вокзалах и на пограничной заставе. Об уникальном человеке, генераторе идеи рассказали студентам технических факультетов. Встреча прошла в областной библиотеке. Многие годы Владимир Куделькин руководит коллективом таких же высококвалифицированных специалистов, как и он сам, вдохновляя на творчество и работу. За два десятилетия его предприятие оснастило разными системами безопасности более двух тысяч объектов. В компании уверены, среди молодежи также есть потенциальные талантливые изобретатели. Чтобы все молодые начинающие специалисты сегодня уже разобрались в технологиях, поняли наше качество, наши возможности и, собственно, приходили к нам, обучались и работали потом в нашей компании. В Самаре больше нет детских домов. Для детей, которые потеряли родители и пока не нашли новые семьи, открыты центры помощи детям. В одном из них, бывшем детском доме номер один, побывала наша съемочная группа. Друзей у первого детского дома всегда было много, не стало меньше и сейчас. А вот формы дружеской помощи становятся более разумными и полезными для воспитанников. Появилось много совместных проектов с различными организациями. Это и репетиторство, и патронат, и профориентация. После всего увиденного, вот это вот обычно употребляемое слово, детский дом с некими такими оттенками сухости, формальности, вот мне хочется вот это учреждение как-то назвать по-другому. В этом году гостей в фойе встречала фотовыставка. Не просто отчеты о культурно-спортивных достижениях воспитанников. Это были семейные портреты детей со своими братьями и сестрами. Проект «Семейный альбом» придуман нашей телекомпанией. Мы говорили с ребятами о семейных ценностях и фотографировали их со своими родными. Одно дело, когда мы говорим о семейных ценностях, о маленькой семье, которая у тебя есть, да, твой брат или сестра. И другое дело, когда подключаются еще другие силы, ресурсы, которые говорят то же самое. Они другие, и такое впечатление, что для них что-то другое открылось. После съемок проекта на двоих детей родственники оформили опеку. Теперь они чаще бывают в кругу семьи. А мы вручили нашим героям их первые семейные альбомы. Самое главное в жизни – это семья. А семья практически у каждого из этих ребят есть. Это их братья и сестры, которые живут кто-то далеко, кто-то близко. Но они есть. И именно, наверное, вот это ощущение и помогало все эти, куда им держаться, переживать какие-то вещи. Сейчас в Центре помощи детям готовится к родительскому дню. Мероприятие, которое также должно стать традиционным. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. События. В офицеры я пойду, пусть меня научат. В одной из самарских школ прошел традиционный смотр воспитанников военно-патриотических клубов. Ребята демонстрировали ловкость, силу, умение обращаться с оружием. С молодыми кадетами встретилась Марианна Мирная. Джонни Пирадзе мечтает стать офицером столько, сколько сам себя помнит. Ради поступления в военное училище готов трудиться, не покладая рук. Занятие в общеобразовательной школе успешно совмещает с военно-прикладными видами спорта. Чтобы быть настоящим не военным, а офицером, конечно, нужно иметь огромные знания, учить. Для нас сейчас это хорошо сдать ЕГЭ, чтобы поступить в училище и физическую подготовку подтягивать на отличную. Строевая в данном случае танец. Только в качестве аксессуаров выступают копья, штыки и карабины. Все навыки пригодятся в жизни. Будущие офицеры точно знают, есть такая профессия – родину защищать. На войне, как известно, все средства хороши. Поэтому участники военно-патриотических клубов и кадеты не ленятся, ежедневно тренируя свои навыки, оттачивая мастерство и проявляя отвагу, силу и выносливость. 250 ребят из 30 военно-патриотических клубов приняли участие в традиционном городском смотре-перекличке. Для них это уже не кружок и не секция, а ступень к достижению цели. Большинство из них свяжут жизнь с армией. В данном дефиле все равно присутствуют элементы строевой подготовки. То есть это умение обращаться с оружием, обращение с карабинами, ловкость показывается, движение с карабинами, те же шашки. Движение с шашками – это тоже элементы боевой подготовки, потому что каждое движение с шашками – это либо рубящие, либо режущие удары в реальности. В каждом этапе смотра свои победители. Судят конкурс представители общественных ветеранских организаций и детских школ искусств. Мариана Мирная, Григорий Пешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Авария на трассе М-5 произошла во вторник вечером. Недалеко от поворота на Новосемейке на с дороги в Кювет вылетел грузовик. По словам очевидцев, водитель в аварии не пострадал. Машина же получила сильные механические повреждения. По предварительной версии водитель не справился с управлением. В Самарской области главой управления Федеральной службы войск Национальной гвардии назначили полковника полиции Василия Глотова. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовали на официальном сайте ведомства. За 35 лет службы в органах внутренних дел Василий Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника полиции, награжденного орденами, медалями и другими государственными наградами. Год условно за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории Самары. В силу вступил приговор в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана. Как выяснило следствие, мужчина организовал приезд трех своих сограждан, чтобы они работали на его предприятии. Мужчины выпекали мучные изделия на красной глинке. Можно стать уголовником за активные высказывания в соцсетях. В отношении Самарца Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело. Мужчину подозревают в разжигании расовой ненависти в интернете. По данным следствия, с декабря 2013-го подозреваемый постил материалы, которые лингвистическая экспертиза признала разжигающими расовую ненависть. В Чапаевске и Новокуйбышевске отменили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Меркушкин. Режим действовал с июня 2013 года, когда на полигоне под Чапаевском прогремели взрывы. Разорвались старые снаряды. Один человек погиб, десятки получили ранения. А небо над Чапаевском застелил черный дым. Как выяснилось, припасы хранили под открытым небом с конца 1980-х годов. К июле 2014 года специалисты нашли на полигоне более 700 тысяч снарядов. 600 тысяч было уничтожено. Тем не менее, представители МЧС следили за полигоном в усиленном режиме еще почти 4 года. Студенты СГЭУ получили отличную возможность присоединиться к городским волонтерам. И для этого не надо было покидать стены вуза. Рекрутеры сами приехали к ним в гости, показали презентацию и помогли оформить заявки. Подробнее в рубрике «Самара в игре» расскажет Андрей Горгуленко. В аудиториях экономического университета «Аншлаг» не каждый день выпадает возможность присоединиться к волонтерскому движению. Чтобы стать добровольцем на чемпионате мира, приходят сразу после парк целыми группами. Очередь уже полна из моих не на одногруппах. Я как только услышала об этом, узнала, мне очень захотелось поучаствовать, так как меня интересуют различные движения, особенно такого огромного масштаба. Студенты СГЭУ уже имеют опыт волонтерства на больших праздниках. Два года назад университет проводил форум «Россия студенческая», в котором приняли участие представители более 70 регионов страны. И опыт есть, и люди есть, и желание есть, и есть понимание ответственности. Для нас это большая честь и высокая ответственность быть волонтерами чемпионата мира по футболу. Сейчас городские волонтеры заканчивают набор добровольцев. Осталось посетить еще один вуз и несколько городских предприятий. На сайте «Самар» составили уже почти 5000 заявок. Регистрация еще продолжается. Она в активном темпе будет идти до конца февраля. И до конца мая мы будем проводить рекрутинг, то есть этап личных собеседований, когда волонтеры встретятся с нашими представителями, с рекрутерами и расскажут о себе поподробнее. Кандидаты, прошедшие этап собеседований, будут приглашены на специальное обучение, которое начнется в октябре. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. В Самару вернулись призеры Всемирной зимней универсиады. Это, можно сказать, Олимпийские игры, но только среди студентов. Четыре из пяти медалей для Самарской области принес лыжник Валерий Гонтарь. На его счету два золота и два серебра. Еще одну медаль серебряного достоинства завоевала в танцах на льду пара из Тольятти. Софья Евдокимова и Егор Базин. Чемпионов поздравляли в областном министерстве спорта. Валерия Макарова продолжит. С корабля на бал смеются спортсмены. В Самару вернулись только утром и почти сразу на прием в областное министерство спорта. За поздравлениями. Валерий Гонтарь чемпионом универсиады стал в первой же гонке лыжной программы. Это была дистанция 10 километров классическим стилем. А после лыжник завоевал еще три медали. Золото в эстафете и два серебра на дистанции 30 километров и в гонке преследования. Очень доволен, даже слишком доволен. Не рассчитывал на столько медалей. Планировал сразу же захватить первую медаль. Я ее захватил. Не был самоуверен. Он просто был уверен в себе. Я готовился к этой победе, к самой первой. И она мне больше всего тоже запомнилась. Для Валерия Гонтаря это уже вторая универсиада. Но дебютная для Таятинской пары фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Для них это первые взрослые соревнования. Раньше фигуристы выступали в юниорах. Перед произвольной программой у Егора поднялась температура. Но даже она не смогла лишить пару серебряной медали. Заболел перед произвольным танцем. У нас был выходной. Я себя плохо нашел чувствовать. Пошел померил температуру на 38. Все доктора с нами, которые поехали, начали помогать. Как могли. Помогли. Закатали. Дома призеров универсиады ждал теплый прием. Для спортсменов и их тренеров устроили неформальную встречу. Поздравили с победой и вручили благодарственные письма. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. А вот о каких событиях мы расскажем в наших следующих выпусках. 1200 семей получат долгожданное жилье. Обманутых дольщиков становится все меньше. Кому положены налоговые льготы? Об изменениях в законодательстве в нашем сюжете. В этот день Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Сегодня православные отмечают Сретение Господне. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся!